Апрельский романс Карта не хватает, карандаши не того времени, надо где-то что-то искать делать, молоток опять, рукоятка отпала к телефону, провод не надо, не надо, дай бог с ним не надо. Тут кончается Марли неожиданно, которая тут мотается уже все подряд. Раз, носилки порвались, здравствуйте, приплыли. Так что никогда ничего не бывает, готовы к премьере. Готовится основательно. Чтобы госпиталь на сцене был максимально реалистичен, звали медиков. Отдельный мастер-класс устраивали по сборке оружия. Важна каждая деталь. Мне 19 скоро, а я в ТУ сижу. А наш уже Кёнигсберг взяли. Ко мне вопросы есть? Требую снять с меня броню, категорически. Уверены, главное выдержать характеры. Это самое сложное, но именно на них построен сюжет. Любая война это не только наступление фронтов и дивизий. Это в первую очередь люди, из которых состоят эти фронты и дивизии. И мне кажется, вот советское кино, оно показывало, чаще показывало, старалось показать человека на войне. А не просто такую войну, как некую совокупность боевых действий. Актеры, школьники и студенты своими героями увлечены. За каждым характером история. В одном составе я играю Шрайнер Ольгу, немка, лейтенант, которая попала в такую сложную ситуацию, как... Ну то есть фамилия Шрайнер. Везде тебя не принимают, потому что война как раз против немцев. А тут ты в очень сложной ситуации, когда ты вроде бы за своих, но свои тебя не принимают. Я играю одного из раненого в госпитале и встречаю здесь в госпитале своего бывшего товарища, с которым мы когда-то служили. Но он... Проблема в том, что он не помнит меня. Я на протяжении всей пьесы пытаюсь напомнить, кто я и напомнить вообще, кем он был, какими мы были друзьями. Дмитрий Рябов говорит, писал пьесу «Апрельский романс» больше года. Действие разворачивается в 45-м, в Новосибирском ЭВАК-госпитале. Некоторая гордость за то, что все-таки это Новосибирск. Это места, которые мы знаем, можем их посетить, рассказать про них что-то. Ощущаешь себя частью чего-то такого большого, частью истории почти. Спектакль «Апрель» о весне. Здесь она символ победы, добиться которой удалось благодаря не только мужеству бойцов, но и врачей. Они день за днем вели не менее ожесточенные бои со смертью. Война – это и торжество жизни. Тех, кто оставил позади четыре военных года, верят в будущее и находят силы любить. Сергей Толмачев, Антария Цопина, Борис Гладких. Новости ОТС. Новости ОТС.